Его король Лир и Ричард Третий стали классикой мирового театрального искусства. Народному артисту СССР Роберту Стуруа исполнилось 85 лет. На счету режиссера более сотни спектаклей, поставленных на ведущих сценах мира. Михаил Рабакидзе о формуле успеха и планах мастера. О театре Роберт Стуруа думает и днем, и ночью. Даже во сне рождаются образы. Смерть с косой не повод для разочарования. Можно договориться и пристроить ее в новый спектакль. Она вообще подошла и села. И я начал говорить, ну почему вы берете именно меня сейчас? Она молчит. Я говорю, если вы распьетесь, вы тогда уйдете, я говорю. И я начал придумывать самые смешные вещи, которые как назло мне не приходили в голову. Как обычно бывает, когда вас спрашивают, расскажите какой-нибудь забавный случай на репетиции. И вот та самая «Дама с косой» уже на сцене театра имени Руставели. Спектакль «Узаконенное беззаконие» по пьесе Бертольда Брехта исключение исправила. Вообще Брехт – это конек Стуруа. За 60 с лишним лет в любимом театре мэтр не раз к нему обращался. Чего стоит нашумевший в то время Кавказский меловой круг. Совместная работа с композитором Геей Кончелли и художником Георгием Алексеем Скишвили. Тогда и заговорили о рождении режиссерского театра. Он и капитан, и рулевой, а главное – учитель. Мне всегда приятно иметь дело с молодыми, которые приносят то, что я уже не могу узнать, потому что у меня связь со временем через своих внуков. Но это еще недостаточно. Мне интересно знать профессионалы, как изменились у них взгляды. Жизнь на чемоданах – привычное дело для Стуруа. Много лет он жил на несколько городов – Тбилиси, Москва, Лондон. И это не вся география. Бывало, что театр имени Шотару Ставели гастролировал месяцами, а маэстро успевал ставить спектакли на российских сценах. Сатирикон и Эцетерабли стали постановками Роберта Робертовича. От русской классики до античной мифологии. Что не пьеса, то события. Формула успеха режиссера проста. Стать человеком, который имеет право говорить со зрителем о самых сокровенных вещах. Если я, в конце концов, это стриптиз такой души на сцене происходит. И если ты и не знаешь, и не имеешь права на этот стриптиз, то много чего ускользает и от тебя, и тем более делает равнодушным зрителям. Сделать так, чтобы зритель даже после завершения спектакля продолжил размышлять над тем, что происходило на сцене – это кредо с Туруа. И не важно, что играют – трагедию о жизни Прометея или комедию о приключениях свахи Ханумы. Главное, чтобы играли здесь и сейчас по принципу Станиславского «без фальши и лжи». Михаил Рубакидзих, Вечеса Мадашвили, МИР24.